А также их тренеров, которые вложили столько сил, терпения, убеждения, чтобы эти композиции состоялись сегодня. Стремительно начинается следующий финал, заключительный с коварной лентой. Открывает его Влада Никольченко. Стремительно начинается следующий финал. Стремительно начинается следующий финал. Украинские традиции такой сильной, красивой школы. Сама же Влада в своих интервью считает своим кумиром Анну Резадинову, бронзового призера Олимпийских игр в Рио, за ее трудолюбие, за ее качество, за ее любовь к художественной гимнастике. И продолжает эти традиции. Ну вот в данном случае удивительная гармония и музыкального сопровождения. Это музыка из фильма Сараева. Такая трагичная композиция. Безусловно, эти эмоции Влада отражала на ковре. Ну и даже экипировка вполне соответствует этому образу. Операторы повторяют как раз любимые элементы Влады. Она написала в своем интервью, что она любит очень вращаться в поворотах в кольцо. Ей нравится это состояние вот этого вращения в такой красивой форме испытывать. И они действительно ей удаются. Ну что ж, мы не раз отмечали, что оценки за упражнение с лентой несколько ниже, чем за другие предметы. Но вот Влада Никольченко задала очень высокую планку. 19,5 оценка ее. Посмотрим, как удастся выполнить свое упражнение семи остальным участницам финала. Анастасия Саллас, Белоруссия. Анастасия Саллас, Белоруссия. Белоруссия. Саллас, Белоруссия. 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 Как же в образе была Анастасия Салас. Надо сказать, что работа ленты, так же как и других предметов художественной гимнастики, строго регламентирована. Это и те узоры, которые плетет художница на ковре. Вот так красиво это назвали узорами. Да, действительно, рисунки гимнастки должны быть очень чистыми. Вот в каждой змейке, в каждой спирали она должна показать пять тугих чистых витков. Тогда это считается качественной работой ленты. Нигде лента не должна лежать. Даже небольшой участок, меньше метра, который коснулся пола, лег на пол, уже карается с бавкой в одну десятую балла. Если этот фрагмент больше, то тогда элементы мастерства, которые задумала выполнить гимнастка, уже не будут засчитаны. 20,65 для Анастасии Салас. Вот что значит юная гимнастка. Она так смущается. Она знает, что сейчас ей уделяют внимание телевидение. Такая милая она в своем смущении. Прекрасная оценка 20,65. Катя Галкина. Упражнение с лентой. Очень любят в Белоруссии использовать музыку Абеля Коржановского. Очень интересного композитора. Вот это музыкальное сопровождение называется «Тумарь». Очень разнообразную работу предметом всегда демонстрируют белорусские гимнастки. У них такой необычный подход к технике владения любым предметом. Мне бы хотелось сказать несколько слов о тренерах Екатерины и Насте Салас. Тренирует их Ирина Юрьевна Липарская, знаменитый белорусский тренер. И помогают ей в этом прекрасные, именитые в прошлом гимнастки Марина Лобыча, Лариса Лукьяненко, Любовь Черкашина. Это все мастера своего дела. В прошлом бывшие гимнастки, а теперь прекрасные тренеры. Что касается Любы Черкашиной, то она еще прекрасная мама молодая и удачно сочетает работу тренерскую и работу в комиссии спортсменов, которая создана при Международной Федерации художественной гимнастике. Это тоже занимает большое время. Ей приходится часто уезжать, и это делать с каждым разом все трудно. Труднее и труднее покидать свою очаровательную дочку. Да, вы правы, замечательный тренерский коллектив. 17,2 для Екатерины Галкиной. И продолжает соревнование Дина Аверина. Тоже такая трогательная композиция. Упражнение с лентой. И дуэт Мирай Матье и Шарля Азнаура. И Дина здесь такая неожиданная в нем, в этом упражнении. Такая трогательная, нежная. Я думаю, зрителям понравится это преобразование в ней. Небольшая ошибка, но Дина очень мастерски вышла из нее. Дина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, огорчена DimaTorzok Какая отдача эмоциональная И она же справилась со всеми этими сложнейшими элементами Она молодец на самом деле Очень незаметно вышла из этой ошибочки Я думаю, что не сильно повлияет это на оценку судей Сложность и качество остального упражнения должно перекрыть всю эту ошибку 20-25 ее оценка Да, это вторая оценка След за Анастасией Салас Как жребий распорядился След за Одиной Арина Аверина Революционный этюд Шопена Прозвучит сейчас И пожелаем ей Арины удачи Революционный этюд Шопена Революционный этюд Шопена Революционный этюд Шопена Такая борьба на ковре. И победа? Ну, хочется надеяться и верить, что да, будет победа. Потому что настолько сложное упражнение. Нет ни секунды, ни малейшей минутки отдыха. Всё идёт одно из другого. Насыщенность колоссальная. Каждый раз, когда смотрю, как девочки отрабатывают свои упражнения, искренне удивляюсь и восхищаюсь их способностью выполнять такое количество элементов. И учиться это делать эмоционально, сильно, мощно, красиво каждый раз. Желаю искренней им удачи, им и их наставникам. Вторая позиция, 26. Вслед за Анастасией Саллас у Арины Авериной. Сейчас мы увидим с вами выступление болгарской гимнастки Арианы Калинин. Возвращение болгарской гимнастки Арианы Калинин. Возвращение болгарской гимны. Возвращение болгарской гимн. Четверка пассета. Саллас у Арины Калинин. Пассета Гимнатко. Самобытная, яркая гимнастка. Славится своей техникой вращения, особенно фойте. Часто выкладывает в различных социальных сетях свои рекордные количества вот этих вращений фойте. Но сейчас она выполнила просто изумительно этот элемент. Наверное, заработала около двух баллов на ней. Поступает гимнастка. Вот это уникальный поворот, какой красивый. Музыка из полнометражного аниме-фильма, который в нашем прокате назывался «Скоплон». «Скоплон» 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 Любое отклонение от градусов, положенного при вращении, которое сейчас нам демонстрировали в повторах, также наказывается, правда, в разной степени, в зависимости от того, сколько градусов отклонения положено. Восемнадцать тридцать пять для Баряны Калейн. Ему, я думаю, с удовольствием посмотрим выступление следующей гимнастки, Ксения Мустафаева из Франции. Яркая гимнастка, которая выступает за Францию уже много лет, народом из Белоруссии, в какой-то момент мы с мамой вместе уехали в эту страну. Мама и тренер Светлана Мустафаева. Был перерыв в выступлениях у Ксюши. Ну, а теперь мы снова видим ее на соревнованиях. Очень приятно, что она снова в строю. Ксюши. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое интересное упражнение продемонстрировала нам Сеня Мустафаева. Такое неожиданное вкрапление лиричное внутри с прозрачными звуками фортепиано. Обычно такие вещи мы слышим в групповых упражнениях, поскольку хронометраж группового упражнения позволяет делать ставки в другом ритме. Но здесь за полторы минуты Ксюша Мустафаева показала нам совершенно разнохарактерные образы. Ну, вообще ее композиции всегда славятся такими находками и музыкальными, и хореографичными. И по работе предмета она уникальная гимнастка. А составляют ей эти композиции наша замечательная Ирина Борисовна Зиновка. И часто работает вместе с Ксенией над характером и вот этими изюминками этих композиций. Последняя участница финала упражнения с лентой заканчиваются финалы в отдельных видах. Кубка мира в Баку. И это Николь Зеликман. Кубка мира в Баку. 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 судьями наказывается достаточно жестко такая сбавка составляет полбала поэтому гимнастки очень важно красиво и качественно и вовремя завершить свое упражнение вместе с музыкой поставить такую жирную точку или восклицательный знак в конце упражнения вообще николь выполнила свое упражнение чисто достаточно хорошо без грубых ошибок и так завершила финал и упражнение с лентой николь зелеквант и и пятое место друзья в упражнении с ленты расклад таков он на ваших экранах первые анастасия салос затем аверина арина и аверина дина на третьем позиции